МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, работодателями очень часто нарушаются трудовые права работников. Например, к нам обратились работники строительной компании, зарегистрированной в городе Тюмень, о том, что нарушены их трудовые права. И в ходе проверки нами было установлено, что работодателям им неправильно было начислен районный коэффициент, то есть вместо 30% положенных им было начислено всего 15%. Несвоевременно выплачивалась заработная плата, и расчет по увольнению с ними произведен не был. В связи с чем? В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города, генеральному директору компании было внесено представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства. И в отношении директора возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях за несвоевременную выплату заработной платы. Постановлением Гострудинспекции генеральный директор привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Ну и во исполнение представления прокурора трудовые права граждан были восстановлены, были доначислены все необходимые выплаты и фактически выплачены. Так получается, когда мы говорим о нарушенных трудовых правах, вот большая часть обращений касается денег, касается заработной платы. Что на этот счет говорит закон? Вот допустим, законно ли требование предприятия платить деньги только через бухгалтерию или работник, ну может сам выбрать способ оплаты, ну допустим, как сейчас это популярно, это перечисление на банковскую карту? В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса установлено, что заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Конкретный срок выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, либо коллективным договором. Если срок выплаты заработной платы выпадает на выходной, либо нерабочий праздничный день, соответственно, заработная плата выплачивается накануне этого дня, ну то есть за день, да, в пятницу, грубо говоря. Отпускные выплачиваются за три дня до начала отпуска. При прекращении трудовых отношений, то есть при прекращении трудового договора все причитающиеся работнику суммы выплачиваются в день увольнения работника. Если работник в этот день, в день увольнения не работал, соответственно, работодатель обязан выплатить ему расчет по увольнению не позднее следующего дня, с момента, когда работник предъявит ему требования о расчете. То есть появится на предприятии, не мог прийти? Да, не мог, болел, пришел, рассчитайтесь не позднее следующего дня. Что касается вопроса, где выплачивается заработная плата. Безусловно, не только в кассе предприятия. В соответствии с трудовым кодексом, как правило, заработная плата выплачивается по месту совершения трудовых действий, осуществления трудовых функций. Но по заявлению работника может перечисляться на банковский счет в кредитную организацию, указанную работником в письменном заявлении работодателю. Кроме того, работник в любое время может сменить кредитную организацию, соответственно, заранее уведомив работодателя об этом в письменной форме с указанием счета кредитной организации, на которую должна быть переведена заработная плата. И должен он это сделать не позднее, чем за 15 дней до начала выплаты заработной платы. То есть здесь, в принципе, все на усмотрение не работодателя предприятия, а именно работника. Как он желает, так и должны выплачивать. Да, по его желанию. Еще один вопрос о деньгах, вопрос о минимальной сумме оплаты труда. Вот каков размер ее сегодня, как начисляется в нашем регионе и, может быть, к вам обращается по поводу этой суммы, по поводу МРОТа, прокуратуру? Например, в минувшем году к нам обратились работники частной охранной организации с жалобой на нарушение их трудовых прав как раз в части выплаты заработной платы ниже МРОТ. В ходе проверки их доводы подтвердились. Действительно, в нарушении ст. 133 работодателям заработная плата выплачивалась ниже МРОТ. В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города в отношении работодателя было возбуждено административное дело за выплату заработной платы ниже МРОТ по части 6 ст. 25-27 Кодекса об административных правонарушениях. Постановлением Густрудинспекции работодатель был привлечен к административной ответственности в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, было внесено представление с требованием о необходимости доначислить указанные выплаты и выплатить их работнику. Но вместе с тем представления прокурора удовлетворено не было. Фактически денежные средства доначисленные и выплаченные работникам не были. Бывает и такое. В связи с чем прокурором города было подготовлено в Черногорский городской суд исковое заявление об обязаний работодателя, частную охранную организацию начислить и выплатить работникам заработную плату в соответствии с статью 133 Трудового кодекса, то есть не ниже минимального размера оплаты труда. Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Соответственно, решение суда работодателям исполнено и были доначислены все необходимые суммы и выплачены работникам. Вот так мы защищаем трудовые права граждан. Да, у нас так получается программа о деньгах. Еще один вопрос о них. Наверняка знаете, что порой работник, желая получить хоть какой-то заработок, это касается все-таки больше частных предприятий, идет на все условия хозяина. Допустим, работает без договора, без выходных. Вот подобного плана к вам жалобы поступает? И в чем, скажем так, опасность для самого работника подобной практики? Да, поступают к нам такие жалобы в соответствии с трудовым кодексом. Трудовые отношения – это отношения, связанные с соглашением между работником и работодателем, которое оформляется трудовым договором. В ходе надзорной деятельности нами в прошлом году, например, было выявлено, что муниципальным автономным учреждением Черногорский центр культуры и досуга с работниками парка были заключены не трудовые договоры, а гражданско-правовые. То есть трудовые договоры не заключались, производилась подмена трудовых отношений гражданско-правовыми. В связи с чем, по инициативе прокурора города Черногорска руководитель учреждения была привлечена к административной ответственности за незаключение трудовых договоров по части 4 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, мы выходили в суд с исковыми заявлениями к муниципальному автономному учреждению о признании трудовых отношений, сложившихся в период действия гражданско-правовых договоров и взыскании компенсации морального вреда, соответственно, с учреждения и необходимости внесения записей в трудовые книжки о трудовой деятельности работников. Скажите, вот буквально очень мало времени остается, в чем принципиальная разница между трудовой договор и гражданско-правовой договор? Принципиально, в чем разница? Конечно, они отличаются. Трудовой договор отличается от гражданско-правового договора. Основная разница в чем? Гражданско-правовой договор заключается на определенное время, то есть для достижения конкретных определенных целей. И когда они достигаются, гражданские правовые отношения прекращаются. То есть, например, заключили гражданско-правовой договор на выполнение определенных работ, например, на проведение подряд, выполнение ремонта. Работы выполнены, приняты акты выполненных работ, оплачены, все. Гражданские правовые отношения прекратились. Что касается трудовых отношений, это постоянная функция, то есть работник выполняет постоянную трудовую функцию, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, систематически получает заработную плату и так далее. То есть, работает на постоянной основе, они носят постоянный характер. Отпуска – это гарантии, безусловно. Юлия Александровна, огромное спасибо, что пришли в студию РТС. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok